Друзья мои, добро пожаловать! Это World of Warships. Мы сегодня продолжаем с вами играть. И хотелось бы упомянуть про один важный, интересный момент, так сказать, акцию, которую проводят сейчас разработчики. Ну что, давайте поговорим немножко о реферальной системе, которая у нас есть в игре, которая появилась и даёт возможность заработать неплохие деньги. А период проведения этой акции 7 марта 2019 года по 8 апреля этого же года. То есть в чём здесь прикол? Чем больше у тебя друзей, тем больше шанс заработать больше денег, бонусов разных интересных, которые, естественно, есть здесь в игре. То есть приводим друзей, даём им зарегистрироваться по реферальной ссылке вашей и, собственно, таким образом можно уже с определённого уровня начать зарабатывать в этой игрушке реальные деньги. Надо разобраться, как это всё работает. В принципе, здесь довольно просто. Если сегодня ты играешь в гордом одиночестве в World of Warships, то это, конечно, печалька. Начинай уже сейчас. Заводи друзей, приглашай их в игру. За каждого приглашённого дают 300 рублей плюс 3 дня премиума. Если у тебя больше, чем один друг, приглашай второго и получай 600 рублей и 6 дней премиума. Чтобы получить реферальную ссылочку и отправить её другу, вы должны быть не ниже третьего уровня в игре World of Warships. А чтобы зарабатывать на друге, тот должен сыграть хотя бы один бой на корабле шестого уровня или одержать 25 побед в любом игровом режиме. Вот такие вот дела. Я думаю, что вы будете в этом деле участвовать. Почему бы, собственно, и нет, если можно привезти друзей и, собственно, заработать и деньжат, и опыта, и внутриигровых ништяков. Ну, а мы с вами... Давайте посмотрим, что здесь у нас. А честным героям получена награда. Нам это сейчас не надо. Я думаю, что выберем Октябрьскую революцию, линкор пятого уровня, и будем вспоминать, как у нас дело играется. Случайный бой. И погнали. Тэкс. Хорош. Боже. Давно уже не играли с вами, поэтому надо посмотреть, что у нас здесь поменялось. Насколько оно стало лучше, хуже. Сейчас будем все это дело смотреть. У нас с вами Трезубец. Стандартный бой. Я тут, кстати, подумал, почему бы, например, Алексу или Дяде Жене или Даше не сказать то же, чтобы они зарегистрировались. Ведь за них тоже я смогу получить разные интересные бонусы. Вряд ли я займу первое место, потому что там за первое место среди ветеранов дают 300 тысяч рублей. Кто больше всего приведет по реферальной системе людей в игру. Но, опять же. Так, у вас, кстати, есть отличный шанс. Если у вас много друзей, допустим, там на работе, в школе, в универе, это прекрасная возможность. И с друзьями покатать лишний раз. Кто-то, допустим, давно не катал, там тоже это учитывается. В общем, друзьяшки, погнали. Так, так, уничтожьте все корабли противника или захватите базу. 9 секунд. Я уже, блин, не помню, как мы тут что делали. Слушай, по-моему, графон еще лучше стало, мне кажется. Или это, знаешь, бывает, когда давно не играешь, а заходишь и вот такой вот видишь перед собой видок. Так, хорошо. Покатили. На полную мощь погнали. Давай, давай, давай. Не стесняйся, все нормально. Надо только погромче сделать, чтобы слышать, что там нам говорят ребята. Так, погнали. Вон, вижу, вражеская территория. Сейчас будем захватывать. Тут много интересных разных ивентов, помимо акций, которые проходят с марта по апрель. Здесь, в принципе, интересно так посмотреть разные другие тоже режимы. Там, по-моему, Fire Strike или как-то так называется режим есть. Она будет тоже глянуть, что там. А что у нас сейчас тут происходит? Опа, опача. Вот это уже нехорошо. Сбить-то, конечно, вряд ли получится. Но хотелось бы, ты знаешь. Я думаю, что, наверное, нет пока смысла туда метить. Попробуем просто на полном ходу добраться. Видишь, это ко мне летят. Смотри, обнаружен. Эти ребята летят в сторону нашу. Так, их активно сбивают. Хорош. Ты смотри, какая жесть. Так, ладно. Так, у нас, я вижу, есть два вида байбер-пасов. Можно похилиться. Мы немножко, видимо, не то взяли, что надо было. Ну ладно. Если что, будем прикрыв... Опа. Если что, будем прикрывать. Вот я вижу уже наши две цели. Но один против двоих как-то, наверное, не камильфо будет, мне кажется. Так, спокойно. Спокойненько. Все будет нормально. Главное не паниковать. Так, ну что, попробуем? Дай попробуем. Перезарядка орудий. Погнали. Немножко не расчетали, видишь? Самый важный момент, это надо немного на упреждение стрелять, тогда все будет найс. Он даже скрылся из виду, его не видно. Этого брательника подбили. Но у нас долгая перезарядка, поэтому... Поэтому то, что он горит, мало сказывается на его. А нет, смотри, нормально так. А это он по-нашему, видимо. А это в меня уже летит. Смотри, смотри, что делается. Охренеть. Ладно, у нас пожар. Давай потушимся. Попробуем потушить. Так, давай сюда попробуем. Надо разыграться. Понимаешь, первая катка, она как первый блин. Она кома может пройти у нас. Но вроде должны попасть. Если я правильно... Да, хорош. Поджог и пробитие. Но... Теперь есть возможность, видишь, управлять самолетами. И чуваки активно этой новой фишкой пользуются. Мы ее обозревали, она была еще... Я помню, в том видосе, по-моему. Ах ты ж, твою ж налево. Что-то как-то мы неудачно вышли. У нас полная жопа. У нас со всех сторон, как говорится, обстреливают. И я вот не знаю, куда надеваться. И торпеды. И самолеты. И чего тут только нет. Уходим, 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 уходим. Как быстро уходят жизни нашей Октябрьской революции. От нее вообще ничего не осталось. О, боже. Вроде бы как бы и тиммейты есть, да, с одной стороны. Но с другой ты понимаешь, что рассчитывать нужно в первую очередь только на себя. Корабль уничтожен игроком Соболь-334. Ой, блин. Мы даже особо ничего сделать не успели, понимаешь? То есть как бы... Ого! Здесь, я смотрю, парняга неплохо так постарался. Смотри, какой у него корабль-то. Что здесь? Хочется пример... Вот отсюда самолеты вылетают. Но это наш тиммейт, поэтому можно просто понаблюдать. Переход в тактическую карту. Нет смысла это делать. Это эскадрильи можно посмотреть. Свободная камера. Вообще, получается, что первых... Первые мы с вами погибли. Не очень хорошо. Мы обычно... Если погибаем, то где-то уже ближе к концу. Да, долго не играли. Долго не играли, поэтому надо разыгрываться. Что у нас тут еще интересного? Пока ребята просто туда-сюда, видишь, виляют. Особо как-то на рожон никто не идет. Но вон, я смотрю, в трех километрах уже бомбардировщик летит. Прямо к нашему братишке. Я думаю, что они долетят. Смотри, как пикируют. А, смотри, что делают. Ты посмотри, что делают. Бабах! Жестко. Ведь дали возможность управлять этими самолетами. Раньше оно было на автомате, все. Искусственный интеллект делал. Но теперь можно и лично это делать. То есть для более точного координирования прям по цели. Угу. Хорошо. Я предлагаю долго не засиживаться. Этот бой будет явно продолжаться еще довольно долго. Давайте попробуем свои силы в новых катках. Я предлагаю посмотреть, что у нас здесь есть по премиальным кораблям. Вот, например, сразу перекинемся на второй уровень. Это у нас японцы. Это у нас Микаса 2. Линкор второго уровня. И, в принципе, неплохая живучесть. Артиллерия. Маневренность слабенькая. И хорошая маскировка. Давай выберем Микасу. Попробуем посмотреть, как она себя ведет в деле. Fly Strike Win. То, о чем я и говорил. Собственно, вот новое событие. Добро пожаловать домой, герой. Мы всегда будем помнить твой подвиг. Так что, если вы его еще не сделали, то рекомендую его пройти. Доступна новая директива. Прояви себя в бою. А здесь можно выбрать. Есть разные режимы. И, естественно, за все это будете получать разный опыт. Зал славы. Давай пока закроем. Я просто вам показал, чтобы вы были в курсе. Если вы играете и, допустим, еще не заметили, не прошли по каким-то причинам. Это будет интересно. Значит, поехали. Случайный бой. Выберем уже корабли попроще. Значит, и шанс, что новичков тоже будет здесь явно поболее, чем было в прошлой катке. Так, 45 секунд и у нас начинается бой. Чудненько. Я не помню, играли мы на японских кораблях или нет. Но сейчас самое время это попробовать. Но я напоминаю, что ссылка на скачку игры находится в описании под видосом. Так что дерзайте. И, естественно, своих друзей тоже приглашайте. Ну, а мы сейчас попробуем поиграться. Такс, поехали. Поехали. Бой начинается, Вишнам, говорят. Так. Кстати, по-моему, этой карты у нас тоже не было. Но главное сейчас нам особо не спешить. Так, давай не будем полный ход делать. Одна, вторая, мне кажется, вполне себе нормально. Что мы с вами тут имеем? Так, сидим здесь. Ну, вот, пацаны все наши здесь находятся. Вот Чунас всегда вот так и норовит куда-то вот залезть к выражению. Зачем нам это делать? Не надо. Так, 4-7 километров там. Пускай они к нам в гости идут. Вон как раз их вражеская территория. Что у нас есть? Опять же, это второй уровень. Тут, в принципе, есть два вида снарядов. Опять же, хилка и ремкомплект в случае пожара. Слушай, ну реально красавица, да? Такой мощь. Моща. Смотрите, у нашего тиммейта. Так, эти ребята поплыли. Я смотрю, там активно они решили, видимо, не ждать. Чего бы, собственно, ждать. Потому что если сидеть, как говорится, на заднице ничего не делать, то враг придет и все у нас здесь захватит. Поэтому они, видишь, направились с тех вот в ту сторону. Можем попробовать заплыть слева. Потому что я вижу, вон там есть один наш тиммейт. В одиночестве гордом он пытается за маленький островок как-то спрятаться. Ему это больше, видимо, нравится. А вон в 12 километрах уже обнаружили. Вражеское плавательное судно. И уже идет его атака, собственно. Неплохо. Неплохо-неплохо, но... Нет, смотри, не попало нормально. Можем попробовать помочь. Но он далеко, и шанс пробития и вообще попадания крайне мал. Давай сделаем, ладно. Бояться нет. Ну, видишь, как получается. Вот так оно и выходит. Его, конечно, подбили. Он понимает, что надо оттуда текать как можно быстрее, потому что дальше будет только хуже. А мы могли бы его встретить с другой стороны. Этого острова. Так сказать, внезапно нарваться. Слушай, там прям жестко. Я смотрю, наш Тима... Ну, вроде бы как и отступай, да, сделать такие тактические движухи. Он понимает, что там появился еще один напарничек. То есть, может быть, это был маневр, понимаешь? Он, типа, дал себя немножко пострелять. Завел к своим. И они как в ловушке, знаешь, как голодные волки, набросились на бедную несчастную овечку. Так, там вроде... Нет, я думаю, может, не надо нам туда плыть. Понимаешь? Я сейчас рванул, а там окажется опять подстава. И опять кто-то умрет. Вот это вот мне уже не нравится. Так, где-то вот сюда, наверное. Если я правильно понимаю, то... Вот это... А что мы не попали? Мы же вроде должны были попасть. Смотри, вот уровень. Вот уровень корабельный у нас. Пока стоим на месте. Ох, как он рванул, так смотри. И вот, помимо нас, там еще двое наших Тимов рубятся. Перезарядка орудий. Долгая перезарядочка. Очень долгая. Что он творит, я не знаю. Одному только этому чуваку известно, куда он, собственно, направился. А вот если бы с тиммейтом зайти, вообще красота была бы. Смотри. Заходим. Как так-то? Как так-то, объясни мне. Давай-давай-давай-давай, нажарь. Отлично. Это было с его стороны нелогично, в том плане, что он один зашел на вражескую территорию. Ой, торпедо. Братиша, спокойно. Немножко могут, конечно, таранить. Предупреждение за урон союзнику. В смысле? А, по союзнику, видишь, по нам урон только что прошел. Но мы стояли на месте, как бы. А если ты долго стоишь здесь на месте, то понятное дело, что это бесследно не пройдет. Потому что начнут запускать торпеды. Это же стоячая цель, в тебя попасть вообще несложно. Так что на этих ошибках, которые я допускаю, лучше учитесь и не допускайте впредь никогда. Мы сейчас попробуем сделать разворот, потому что я вижу, что они там скопились все. Возле этого острова. А это не есть хорошо. Наша Микаса немного пострадала, но, опять же, не критично. Давай, 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 давай. Наша команда получила преимущество. Противник начал захват базы. Сейчас сделаем разворотицу. Тем более наш сим, насколько я понял, никак бы не специально-то врезался. Цель это он такой не преследовал. Вот не то, что когда какой-нибудь школьник заходит и начинает, знаешь, там по своим стрелять, если там можно или таранить, или еще что-то делать. Я думаю, что это было просто чисто случайно. Так, вот кто нам нужен. Только я сказал, и тут же его подбили. Это хорошо. Если посмотреть на статистику нашей с вами каточки, то больше половины команды врага уже как бы и нет, в принципе. Всем удачи и 7 футов под килем. Так, кружим, кружим дальше. Можно на полной, можно на 1-2, наверное. Так, вон 13 километров там и 13 здесь. Я могу попробовать, но мне кажется, что вряд ли получится. Он, по-моему, стоит на месте вообще. Видишь, и не рассчитали мы немного. Да, немножечко перекинули. Вот где-то вот так, наверное. Пробуем еще раз. А, так он потоплен. Нет, ну, Олежда, ну, молодец, конечно. Молодец. Стрелять по потопленному кораблю, это хорошо. Мне показалось издалека, что там еще есть немножко жизни в этом корабле. И надо бы как бы его завалить. А может, его и завалили. Понимаешь, тут ты не успеешь что-либо сделать, сделают это за тебя. Тут попалась хорошая команда у нас, которая тащит. И мы, слава богу, с вами еще не злились. Это уже хорошо. Это уже прекрасно. Спасибо, спасибо. Прям вежливый, смотри, спасибо. Начинает отбывать дисциплинарное взыскание за урон по союзникам. Зуб восьмой. Чувак такой у нас, тиммейт. Что-то как-то вот плохо себя ведет. И ему дали, собственно, наказание за это дело. А что мы делаем с вами дальше? Да, посмотрим. Сколько их осталось? Четыре. Четверо кораблей еще где-то плавают. Плывем. Наша команда начала захват базы. Они понимают, что все-таки нас большинство. То есть, надо бы, чтобы быстрее катка закончилась, надо просто успеть захватить все точки. Это хорошая победа. Это красивая победа. Так, тот далеко находится. Я думаю, даже если я сейчас стрельну, то шанс попадания у нас, ну, крайне мал. Вот там, смотри, подбитый есть. Но до него тоже не дострелили. Опа! Вот ты заметил, как интересно? Я только посмотрел. Его сразу убивают. Метки глаза урона прям. Десять километров здесь и десять километров здесь. Хорошо. Просто не мешаем. Просто плаваем, зарабатываем свои очки. Тренируемся, изучаем обстановку. Это тоже командная игра. Если ты не мешаешь своим друзьям. Но главное, чтобы они зашли и зарегались по твоей реферальной ссылке, и ты получил бонусы. И они получат бонусы, и ты получишь бонусы. И все, короче, счастливы кругом. Так, смотри, как это самое. Ну, все, там ребята понимают, что уже, как говорится, макаться-то нет смысла. Давай тоже попробуем. Хотя бы попытаемся. По идее, мы должны попасть. О, хорош! Пробитие это засчитано. Вот. Уровень держим. И это наша с вами победная катка. Это приятно. Это на самом деле охерительно. Это классно. И тут не поспоришь. Чувство победы, оно всегда как бы... Естественно, радует. Ну что ж, погнали дальше. У меня тут есть Арканзас. Между прочим, линкор это четвертого уровня. Мы играли первую катку на пятом линкоре. Если я не ошибаюсь, мы проиграли. Потом у нас был... Потом у нас был корабль второго уровня японский. И теперь давай попробуем сыгрануть за Америку. Арканзас-Б. Линкор четвертого уровня. Вступил в строй в 1912 году. Мне кажется, это то, чего нам сейчас не хватало. Попробуйте. Мы за разные страны играем, поэтому это вполне... Все закономерно. Ну что, погнали. Случайный бою у нас сегодня в бой. Так что вот такие вот дела. Ну что ж, погрузимся, так сказать, да, вот... В военно-морскую атмосферу 20 века. Ну а как еще можно иначе-то это сказать? Игра себя позиционирует как игра для смелых и готовых к самым решительным действиям. То есть тактическое... Это хорошо. Кольцо, стандартный бой. Слушай, по-моему, у нас не было этой карты. Я что-то... Чего-то либо я давно не играл, либо здесь репертуар все-таки пополняется. Это реально круто. Уничтожьте все корабли противника или захватите базу. Давай попробуем. Все, погнали. Время мы подождали. Все вроде зашли, законнектились. И самое время попробовать этого малыша в действии. Здесь уже, по идее, как бы ребята должны быть посерьезнее. Мы были второй, четвертый, пятый уровень смотрели. Точнее, сейчас четвертый уровень. Так, смотрю, самолеты уже полетели. Уже пошла. Как минимум, можно будет узнать, где же у нас находятся враги. Это удобно. Это действительно классно и удобно. Так-с. Там вроде все окей. Что у нас здесь? Тут вроде тоже пока все... Все вроде гладко, все вроде хорошо. Но это поначалу. Дальше будет уже, естественно, жуще. Арканзас. Ты должен им показать класс. Интересно, а что у наших тиммейтов? Вот так мы не рассмотрим. Вон, японец плавает. Мы уж плавали на японца. Хм, там, по-моему, тоже... Пока мы разглядывали наших с вами тиммов, где-то уже летит самолет вражеский, который нас отметит, и они будут знать наше местоположение. Это не искруто. Вон, 14 километров. Если это он, конечно. С наших орудий это надо пулемет явно. А чтобы их сбивать нормально, нужны пулеметы. Хотя... Хотя. Шанс попадания у него, наверное, явно был. Так, давай не будем на полной скорости, потому что довольно быстрое у нас плавучее средство. Вон, смотри, пошла жара. Пошла жара у нас, я смотрю. И слава богу, что не в нас. Надеюсь, что наш тиммейт, на которого это все направили, он успеет уклониться, и все будет хорошо. Так, смотри, вот мы втроем здесь. Я предлагаю попробовать взять того вот в 10 километрах. Братишку. А, это самолет, господи. Че-то я... Че-то, походу, в нас сейчас прилетит проблемка. Смотри-ка, вон у нас 14 километров. Вроде бы казалось, да? Сменится противника. Можно попробовать. Шансы попадания-то как бы есть, смотри. Но он движется довольно быстро, и... Я не знаю. Нет, не успеем, видишь. Он быстро движется. Надо было еще на упреждение брать. Где-то вот здесь, наверное, даже. Пока перезарядимся. Пока пройдет куча времени на это. Так, тихо. Тихо. О-па-па. Ну, его сбили. Его успешно сбили, слава богу. За это респект. Так, давай смотреть. Не успею. Орудие сейчас перезарядится, но я не успею ничего сделать. Ах ты ж, зараза. Ладно, поможем нашим. Попробуем помочь. Но если я туда выхожу, то меня встречает вот этот красный чувачок. Видишь? Проблема какая. Поэтому давай разворачиваться будем. Чтобы не находиться на открытом пространстве. Как-то лавировать между этими островами. Чтобы было сложнее у нас попасть. Первая кровь идет с нашей стороны. Это, черт возьми, печально. Так. Вот это плохо. Вот он и пытается, видишь, как бы стрелять. Вот он и пытается что-то сделать. Ну, давай тоже стрельнем. Там оно не особо как бы активно. Давай. Полетела, родная. Не факт, конечно, что дострельнем, но... Нет, нормально. Пробитие есть. Пробитие есть. Но до него еще добраться надо, доплыть. А он не такой уже близкий свет. Так, этот плывет за нами. Хорош. Я просто пытаюсь понять, какие наши дальнейшие действия. Что нам делать дальше? Наша команда начала захват базы. Это большой плюс, несомненно. То есть по очкам, в принципе, мы пока что впереди. Это хорошо. И что, да, даже подплыть страшно. Так, полетели. Нифига. Как-то он на трикошете ваш. Блин, у него половина жизни. И у меня половина ахиллица, я больше не могу. Ремкомплектов у меня больше нет для этого дела. Внимание на квад... О, тут... Нифига. А что... Пробитие башни выведено из строя. Ах ты, зараза. И я стрелять уже не могу, да? Все. Пока она там не похилится, пока не произойдет чудо небесное, мы сделать ничего не сможем. Потому что главная башня выведена у нас из строя. Охренеть. Так, что-то вроде чудо произошло. Сейчас наведемся пока. На, зараза. За все тебе хорошая падла. Хорошо, пробитие, не пробитие. Но этого мало. Это очень мало, на самом деле. Так, тут никого нет. Только мы с вами плаваем, и все. Четыре на четыре осталось. Мы с вами не жильцы. К сожалению. Так, тут все. Сейчас попробуем. Аккуратно. Он там где-то за островом, по-моему, сидит. Это, зараза, сидит там себе. Спрятался. И за островом стреляет по нам. Так, где-то слышу истребить. Вон бомбардировщик летит и истребитель. Ай, блин. Все, что ли? К сожалению, у нас поражение. Время боя истекло. Команда противника выиграла по очкам. Ну что ж, давайте вернемся в порт. Вот так вот мы с вами интересно сегодня поиграли. Я напомню и расскажу сейчас вам про суперпризы, которые также есть в данной акции, которая проводится в игре. Три ветерана, которые приведут больше всего людей по реферальной ссылке, получат от организатора денежные призы. За первое место 300 тысяч рублей, за второе 150 и за третье, естественно, 100 тысяч рублей. Ну что, друзья мои, я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. Не забывайте участвовать в акциях. Переходите по ссылочке. Зовите друзей. Играйте вместе. Побеждайте. И все у вас будет хорошо. С вами был Брэйн. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok